И жила эта семья долго и счастливо, пока к ним в дом не ворвался огромный медведь, который зарычал Подписывайтесь на канал Твич, а мы вместе будем смотреть кино, мультфильмы, сериалы, аниме и прочее. Ссылка будет в описании Но бесстрашная семья отказала медведю, и тогда медведь оторвал им руки и ноги и съел их лица И умерли они в один день Конец Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротко С вами Кин, и сейчас я расскажу вам одну страшную сказку Хотя нет, не очень Страшные сказки. Город ангелов Действия сериала происходят в Лос-Анджелесе 1938 года И крутятся вокруг первого мексиканского детектива Тиаго Вега Которому поручают расследовать дело нескольких убитых при весьма странных обстоятельствах человек По ходу расследования он столкнется с тайнами и заговорами Расизмом и полицейским произволом Мистикой с загадками происходящего С самим же детективом Тиаго все так же очень непросто В детстве он был спасен от большого пожара, в котором погиб его отец А спасен он был самой Санта Муэрта И я не особо силен в их мифологии, и она вроде ангела смерти Ну а как все это взаимосвязано, и какие ответы даст ему поиск правды, вы узнаете в сериале Страшные сказки Город ангелов Постоянные подписчики моего канала знают, что я не так часто делаю обзоры на сериалы, которые мне не нравятся Но вот Страшные сказки Город ангелов Один из таких сериалов Так в чем же, по моему личному мнению, проблема данного сериала? Чтобы это выяснить, для начала я предлагаю подумать над его плюсами Не буду врать, я сам не являюсь огромным фанатом и знатоком мексиканской мифологии Но я нахожу ее дико красивой Также я должен отметить, мне нравилась и подача первых сезонов Страшных сказок Мрачная, холодная, серая атмосфера, пронизывающая весь сериал И да, пускай сама идея объединения книжных и сказочных персонажей не была такой уж новой Но все же сериал смотрелся с интересом И вот было объявлено, что спустя 4 года после закрытия оригинальных сказок Нас будет ждать новый сезон с мексиканской тематикой Мои первые мысли были, что я нифига не знаю ни мексиканский фольклор, ни мексиканские сказки Разве что только то, что видел в тайне Коко и в книге жизни И все, а поэтому я само собой подумал, что будет интересно познакомиться с чем-то новым Ох, как же я заблуждался Самое интересное, что у новых сказок шикарная первая серия С интересной подачей, интригами, загадками А потом сериал такой А я не хочу И все скатывается на нет Сериал начинают пронизывать политические интриги, измены, расизм, появляются нацисты И не хватает только одного Как бы это, а сказки-то будут? Нет И я к тому, что если я захочу посмотреть историю политических или расовых дискриминаций То я найду кино или сериал про это В новых сказках вся история сшита на том, как персонаж Натали Дормор Сестра Санта Муэрты Пытается стравить людей, прикидываясь разными личностями И Аки Локи, дергая за ниточки, направляет их И вы, наверное, сейчас такие Ну и нахера ты нам спалил такой жирный спойлер? А вот и нет Сериал сам нам это показывает В трейлере И это все становится ясным уже в первых двух сериях Возможно, как раз таки сериалу пошло бы на пользу Если бы персонаж Натали реально меняла внешность И к концу сезона оказалось, что это она за всеми стоит А так, сериал иногда напоминает о ее присутствии И говоря Ты это, смотри, у нас есть мистика Но главное это политика Да и все ее махинации сшиты настолько белыми нитками Что порой их просто не замечаешь Я сейчас напомню, про что были оригинальные сказки Это был сериал, где знакомые нам персонажи переживали какую-то личную драму При этом переосмысливая сюжет и подачу своих оригинальных историй Ну так и здесь можно было постараться и сделать хотя бы что-то похожее Хоть я и не особо знаток мексиканских мифов Но взять ту же Санта Муэрте Почему бы не сделать так, что она устала от смертей и наблюдения за человеческой болью Спасла Тьяго и решила уйти И пускай это не звучит чем-то новым Как я и говорил, оригинальные страшные сказки тоже не были новой идеей Но как по мне, главное, чтобы сюжет был сфокусирован на фольклорных персонажах А не на человеках Пускай она откажется от своей работы Пускай она сделает Тьяго своим преемником Да пусть она хоть всех убьет Главное, покажите мне фольклор А так, вместо хорошей мексиканской музыки, красивых образов и закрученных сюжетов Мы наблюдаем за политическими и расовыми дрязгами Нет, в сезоне есть пара жутких моментов Пара жутких моментов на весь сезон Какой пиздец Также есть хороший, я бы даже сказал, отличный танцевальный номер И все бы, конечно, и хорошо Все бы и ничего Но во имя сериального бога мы не в классном мюзикле Радует, что хотя бы здесь один из двух ЛГБТ персонажей не пустышка И его ориентация реально нужна для сюжета Хотя сам сюжет говно Ой, это я сказал? Пожалуй, единственный плюс во всем этом безобразии Это актеры И пусть из звезд первой величины тут только Натали Дормор Но все актеры здесь тащат на себе сериал Только благодаря им можно смотреть за происходящей скукой Во всем же остальном Это мог быть неплохой сериал для тех, кто любит политинтриги и прочее Но в этом случае сериал портит фантастическое составляющее А если же вы наоборот хотите фантастики То ее тут практически нет Как по мне, от нее вообще можно было избавиться и ничего не потерять Замени персонажей Дормор на разных актрис Убери пару богинь и вот тебе политический сериал А так мы имеем ружье с холостыми патронами Которое хочет выстрелить, но не может Терзают меня смутные сомнения Что кто-то просто хотел рассказать свою историю Но ему нужно было прикрыться громким именем Ну а что мы имеем по итогу? Вместо темного фэнтези, которым сериал когда-то был Мы имеем политическую шлюху Страшные сказки Город ангелов Ну а на этом все, дорогие друзья И всем большое спасибо за просмотр Вот такой вот И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал Ставьте лайк А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала А также ссылки на мой инстаграм, группу ВК, Васт и Твич В котором, когда наберется хоть какое-то число подписчиков Мы будем смотреть фильмы, сериалы, аниме и прочее По вашему желанию И я же, как обычно, пожелаю вам Только интересных сюжетов И увидимся в следующей серии Пока Чтобы человек стал чудовищем Которым он и является Довольно лишь сказать ему, что это можно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому